как назывался необычный магазин построенный в 1972 году между улицами советов и 1 мая по адресу курицкого 72 гастроном конокосы рыба кондитерская магазин рыба или как его называли горожане живая рыба построили в 1972 году это был чуть ли не один из первых магазинов по продаже живой рыбы в казахстане помню пацанами заходили просто поглазеть на этих диковинных рыб зеркальных карпов и сазанов в артыше тогда такие не водились там прилавки были сделаны в виде аквариумов и продавец с очком доставал нужную рыбу точно не знаю до какого времени просуществовал этот магазин но потом он стал сначала магазином ветеран в 2016 году это был ресторан 72 авеню с музыкальным пабом в настоящее время здесь обувной маркет как 80-е годы назывался дом культуры расположенный на углу улиц урицкого и советов ныне бектурова варианты ответов трактор строитель комсомолец нефтяник дом культуры строитель был открыт 1 июля 1971 года несмотря на то что в городе уже давно работали дворцы культуры железнодорожников и металлургов новый компактный дом культуры на улице советов по домашнему уютный сразу полюбился горожанам многочисленные бесплатные кружки не могли вместить всех желающих с большой благодарностью вспоминает палодарцы театральную студию и ее руководителей кинозал тоже никогда не пустовал сколько подошв было протерто на танцах все девчонки были влюблены в солистов вокально-инструментального ансамбля чародеи которым руководил юрий носов их популярность городе была огромной это были настоящие звезды павлодара позже ближе к 90-м годам танцы стали называть дискотекой по воскресеньям в дк собирались филателисты они обменивались марками и вели только им понятный разговор строитель объединила людей самым разными интересами и увлечениями независимо от возраста а потом сменилась эпоха кинотеатр и дома культуры стали превращаться в рынке торговые базы склады и магазины не минувала это участь и дк строитель он превратился в торговый дом до неузнаваемости изменился облик здания в последнее время сейчас от бывшего дк уже ничего не осталось в каком году был сдан в эксплуатацию железнодорожный мост павлодаре варианты ответов 1962 1917 1953 1949 11 июня 1949 года состоялась сдача в эксплуатацию железнодорожного моста через реку иртыш мост открывал огромные возможности культурно-хозяйственного развития павлодарской области станция павлодар перестала быть тупиком открывшиеся движение на железнодорожной линии павлодар и кибастуз создало все условия для быстрого разворота строительства и кибастузского угольного бассейна и открыла путь природным богатством левого берега дыша однопутный семипролетный мост построен при прокладке железнодорожной линии окмолинск павлодар возведение железнодорожного моста началось еще в 1941 году мостостроители и грузовые автомобили со всего советского союза начали прибывать павлодар еще в мае работы были начаты в том же году скорпотливых малозаметных посторонним взгляду кессонных работ под водой на 1 ноября 1942 года рабочих занятых на строительстве моста насчитывалось 927 человек 1942 году начали испытывать острую нахватку кадров была организована школа фсу отозванных на фронт работников заменяли жителей из числа павлодарской области весь город дружно строил мост 1943 работы законсервировали но после окончания войны строительство возобновили 30 марта 1949 года проходило испытание построенного через реку рты железнодорожного моста корреспондент ветлов в репортаже мост на артыше опубликованном газете большевицкий путь сообщал об этом важным для павлодарцев событий необыкновенное оживление было на берегу 30 марта у свежевыложенных путей стремившись к мосту собралась большая группа людей были в числе собравшись и не только мостостроители но и гости из окмолинска со строительных участков новой магистрали руководители области волнующее ожидание было написано на лицах всех присутствующих со стороны станции павлодар показался медленно движущий состав это были груженые платформы двигаемые мотовозами составили машинисты иван ковалев и трофим коваленко которые до этого переправляли строительные грузы на левый берег реки через ледовую переправу главный инженер мостостроя калинников и начальник монтажных работ шеварутин отделились от остальных и пошли на мост они должны были идти впереди медленно движущего состава нагруженные шпалами платформы медленно проплывали мимо и высоченный коридор моста постепенно поглотил их вереница состава ползла между густых переплетов пролетных строений платформы удалялись затем стали казаться игрушечными и наконец их приняла высокая пойменная насыпь левобережья это были торжественные минуты они ознаменовали собой наступление того долгожданного времени когда для больших творческих дел развернувшись на просторах левобережной степи быстро и беспопятственно потекут драгоценные грузы а уже в июне и состоялось историческое событие 11 числа мост сдали в эксплуатацию принимали работу генерал-директор третьего ранга прокопий тисленко а также начальник мостопоезда номер 419 дмитрий вязгин мост был готов но строительство самой железной дороги акмолинск-павлодар еще продолжалось первый поезд из акмолинска пришел полдар только в 1953 году 20 декабря 1953 года на станции ерминтау состоялся митинг по случаю ввода в строй новой линии в ходе строительства железной дороги акмолинск-павлодар было уложено 546 километров главных станционных и подъездных путей возведено 198 различных сооружений выполнено около 11 миллионов кубических метров насыпи возведены сотни производственных рецентральных объектов вдоль трассы выросли большие рабочие поселки сары оба ирминтау уленты калкаман коржункуль и другие мосту уже более 70 лет до сих пор с его пор не отлетела ни одна плитка я часто проезжаю под этим мостом на лодке и всегда поражаюсь качество тогдашних строителей